Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости, иммиграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городской области. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Итак, с 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства о новом порядке обучения по охране труда. И, насколько я знаю, там отдельно прописано обучение оказанию первой помощи пострадавшим. Важный, на самом деле, важный сегмент. Вот насколько это актуально? Ну, на самом деле, все верно. С 1 сентября 2023 года у нас с вами изменился порядок обучения по охране труда. Вместо всем знакомого, известного постановления Минтруда и Минобразования 1-29 у нас вступило в силу постановление правительства 2464. И изменения в процессе обучения теперь стали действительно очень ощутимы. Мы, в частности, мы раньше должны были просто обучать всех работников по вопросам охраны труда. Теперь у нас выделены три основные темы. Первая тема – это у нас обучение непосредственно охране труда. Вторая – обучение по оказанию первой помощи. И третья – по использованию и применению средств индивидуальной защиты. То есть теперь все три программы обучения в отдельных случаях работников необходимо будет обучать. Тема обучения оказания первой помощи с каждым днем становится все более актуальной. Тем более мы живем в с вами неспокойное время, неспокойном мире. Знать, уметь и понимать, что такое первая помощь, что мы можем сделать, чего мы ни в коем случае не должны делать в отношении пострадавшего. Это должны знать не только работники, работодатели, но и, в принципе, абсолютно все граждане. Ну и замечательным является то, что, конечно, теперь на законодательном уровне необходимость проведения отдельного курса обучения по оказанию первой помощи теперь у нас входит в обязательную программу. Я, кстати, вспомнил, что на самом деле, ведь когда-то, когда-то это мы обучали в советских школах. НВП. НВП. И в рамках НВП был отдельный курс оказания первой медицинской помощи. Я как сейчас помню, нас обучали накладывать ватномарливые повязки, останавливать кровь, жгут накладывать. То есть там, ну, какие-то вещи, в общем-то, базовые. На самом деле, я так думаю, что это было не просто так. Совершенно верно. Надо отметить, что в ряде азиатских стран в этом вопросе вообще идут впереди планеты всей в том плане, что они начинают детей готовить с детского сада. То есть малыши где-то три года им уже объясняют, что такое первая помощь, как ее нужно оказывать. Да, мы понимаем, что в этом возрасте ребятишки еще мало что могут сделать сами. Но опять мы понимаем, что в этом возрасте они запоминают лучше всего. То есть когда они уже становятся более взрослые, когда у них появляются силы для оказания первой помощи, они уже будут подготовлены. И эти знания, которые нужны абсолютно любому человеку, вряд ли у них из памяти сотрудятся. Ну и здесь важный момент, когда у тебя есть знания. Дело в том, что если происходят нештатные ситуации, понятно, что мы как бы не натренированы на автоматизм. Но тем не менее, как бы больше шансов, что не будет паники. То есть ты начнешь, ты вспомнишь, что нужно делать. Для тебя это не будет сюрпризом. Ты не впадешь в шоковое состояние. И ты начнешь делать, ну хотя бы близко к тому, что тебя обучали. Это когда-то говорили, что в экстремальной ситуации человек не поднимается до уровня своих знаний, а опускается до уровня своих навыков. То есть вот то, чему он учили. Совершенно верно, абсолютно. Он начинает это и делать, потому что это вот то, что в нем заложено. Здесь важный момент. А как организовать процесс обучения? В новом порядке обучения у нас работодателю предоставляется два варианта обучения работников. Отдельные категории у нас должны обучаться в обязательном порядке в учебном центре. Это непосредственно сам работодатель. Это члены комиссии, которые могут проводить проверку знаний внутри своей организации. Это обязательно специалист по охране труда. Члены комиссии комитетов по охране труда, то есть которые у нас контролируют как раз условия труда на рабочих местах. Вот. И те лица, которые непосредственно проводят инструктажи по охране труда. Вот они непосредственно обучаются в учебном центре. Остальных работников работодатель вправе обучить внутри своей организации. И делается это либо в рамках отдельного курса, либо же это делается в рамках общего обучения по охране труда. Но опять-таки мы должны понимать, что одно дело, конечно, рассказать в теории. Я в теории могу рассказать, как делать непрямой массаж сердца. Но если человек никогда в жизни этого не делал, то едва ли он справится с этим. Поэтому не случайно теперь на основном порядке обучения как раз и прописано, что половина, то есть 50% времени у нас должна занимать именно практические занятия. Как раз вот наложение той же самой повязки, наложение жгута, сердечно-легочная реанимация. Все это входит у нас в курс оказания первой помощи. И очень часто у нас путают термины первая медицинская помощь, первая доврачебная помощь, которую мы с вами, вот как обычные неподготовленные граждане, не имеем права оказывать. Мы можем оказывать именно первую помощь пострадавшим. То есть все наши действия упираются, ну то, что мы можем сделать руками, без применения каких-то лекарственных препаратов, исключительно с помощью аптечки по оказанию первой помощи. Процесс обучения по оказанию первой помощи должны проводить в обязательном порядке специально по подготовленной люди, то есть в организации. Если уж работодатель принял решение проводить обучение самостоятельно, мы сделаем акцент, что он может принять решение отправлять всех в учебный центр. Если организация обладает соответствующим бюджетом, и она не хочет заморачиваться на том, чтобы организовать процесс внутри своей организации, можно всех отправить в учебный центр. Но опять-таки это дорогостоящий может быть процесс. Если же работодатель принимает решение организовать большую часть обучения, организовать внутри своей организации, опять-таки это положительным моментом является, что работодатель может полностью контролировать процесс обучения, а также сделать акцент именно на тех травмах, на тех повреждениях, которые именно свойственны данному работодателю. Ну, допустим, по производству, если там работают с химическими какими-то препаратами, то как раз отравление, ожоги будут для них более актуальны, и можно потратить больше времени как раз на вот эти вот травмы. Если речь идет об энергетической сфере, то, наверное, там больше внимания стоит уделить именно электротравмам. Но опять работодатели могут, соответственно, корректировать процесс обучения. В новом порядке обучения у нас есть примерные темы, по которым мы в обязательном порядке должны проводить обучение по охране труда. И еще у нас есть документ, на который я постоянно ссылаюсь, когда мы говорим про вопрос обучения по оказанию первой помощи. Это приказ Минздрава 477-Н. В нем перечисляются перечни с состоянием, при которых все мы с вами имеем право и можем оказывать первую помощь страдавшим. Это у нас идут ожоги, отравления, нарушение сердечной деятельности, то есть остановка дыхания, кровообращение, различные травмы. То есть при этих состояниях мы можем именно оказывать первую помощь. И более того, в этом документе прописан примерный механизм, как мы должны, собственно говоря, заниматься этим процессом обучения. Вот вы сказали можем. Можем или обязаны? Потому что если вот тоже не оказание помощи, это же как бы юридические последствия имеет для человека. Да, у нас с вами есть, как в народе говорится, есть две статьи. За любое действие есть две статьи. Действие и бездействие. У нас есть статья 125 Уголовного кодекса, которая у нас как раз и говорит об оставлении в опасности. То есть если мы с вами, соответственно, видим, что человеку необходима помощь, мы проходим мимо, не обращая на него внимания, то тогда, соответственно, если мы обязаны были опять-таки оказать им первую помощь, мы, значит, можем быть привлечены к подобному виду ответственности. Хотя большинству граждан, которые, соответственно, не имеют специализированной подготовки, это спасатели, врачи, полицейские, представители Росгвардии и прочие другие службы, нам с вами, ну, по сути своей, достаточно вызвать бригаду скорой помощи. Потому что принцип «не навреди» здесь является очень важным. Неоднократно сталкивались с такими ситуациями, когда при оказании первой помощи люди, которые не обучены первой помощи, у которых все навыки, которые они обладают, почерпаны были из художественных фильмов, наоборот, наносят больше вреда, чем пользу. Поэтому мы всегда в процессе обучения, показания первой помощи говорим. Делаем то, что мы знаем, делаем то, что мы умеем, собственно говоря, в том, в чем мы уверены. Лишних действий совершать ни в коем случае нам необходимости нет. Не надо изображать из себя маститого спасателя, маститого доктора. Поэтому именно в рамках приказа 477, опять-таки, то, что мы руками, с помощью аптечки, собственно говоря, можем делать. Еще один важный момент. Что необходимо иметь для обучения? Для обучения, ну, поскольку у нас на живых людях показывать приемы, тот же самый непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, ну, не рекомендуется. Поэтому всем работодателям, которые именно организуют самостоятельный процесс обучения по охране труда, ну, помимо того, что у них должно быть два человека обучены, именно как преподаватель, инструктор по оказанию первой помощи, у них должен быть специальный ренажер, да, для того же самого элементарного наложения жгута, искусственного дыхания. Ренажера, в принципе, приобрести в настоящий момент проблемы нет абсолютно никакой. Да, действительно, придется потратить некоторые денежные средства. Ну, и надо сказать, что ценовой сегмент здесь очень широкий. От бюджетного самого до самых таких навороченных вариантов их на рынке довольно-таки много. Ренажер, опять-таки, мы должны, когда работодатели будут задумываться о приобретении, мы понимаем, что мы покупаем его не на один день. То есть это вложение, опять-таки, в персонал, это вложение в подготовку. В свое время у нас Международная организация труда и Красный Крест проводили исследование, сколько человек можно было бы спасти, которые погибли на рабочих местах, и если бы им вовремя оказали первую помощь. Но, опять-таки, это не значит, что скорая помощь должна была приехать быстрее, да. Мы понимаем, что у нас дорожные ситуации бывают различные. А именно люди, которые находятся с ними рядом. Коллеги. Взяв аптечку, наложив жгут, сделав непрямый массаж сердца и прочие элементарные мероприятия. Так вот, очень большой процент, чуть ли не половину людей можно было бы спасти, если бы опять им вовремя, грамотно оказали первую помощь. Опять повторяем, не медицинскую, а первую помощь пострадавшим. Это я всегда, когда провожу подобные занятия, помните, был старый советский фильм «Формула любви». И там герой броневого, доктор, когда пришел к барину осматривать, и тетушка спрашивает, как он себя чувствует, а барин говорит, сердце стучит, легкие дышат. Остальное предмет темное исследование не подлежит. Так вот, это принцип оказания первой помощи нашей с вами. Наша задача, чтобы к приезду скорой помощи у нас, у пострадавшего, сердечко стучало, легкие дышали. Именно этим мы с вами должны заниматься в процессе оказания первой помощи. У меня вот эта цифра, примерно половина погибших можно было бы спасти, она, конечно, удивила. Шокирует. Шокирует, на самом деле. Причем, если бы были сделаны совершенно простые, на самом деле, действия. Вот здесь вопрос, правда, что существует вот этот некий такой, так называемый, по-моему, золотой час, если я не ошибаюсь термин, то есть вот что оказание первой помощи именно вот в самое первое время, это вот как раз тот момент, когда и решается вопрос, человек будет жить или он уйдет? Ну, чем быстрее мы начнем с вами оказывать первую помощь, и чем грамотнее будут наши действия, тем, соответственно, больше шансов на то, что мы с вами спасем человека. Люди, надо сказать, что уходят очень быстро. Там считанные минуты при отдельных тяжелых травмах решают, будет ли спасен человек, либо не будет спасен. На популярных видео по платформах мы видим очень много случаев, когда при аналогичных действиях в одном случае человека спасали, в другом не спасали. Опять-таки, все это зависело от профессиональных и грамотных действий людей, которые находятся рядом с ними, и как быстро они, собственно говоря, среагируют. Вы в начале нашего сегодняшнего разговора как раз говорили о том, что люди теряются очень часто, да? И в том числе при обучении по оказанию первой помощи мы должны вот этот самый страх у людей постараться как-то его уменьшить, нивелировать его. А меньше всего люди боятся, когда они знают, как себя вести. Самый большой страх вызывает как раз растерянность и непонимание, что делать. Поэтому как раз вот именно на уровне рефлекторики мы с вами и должны выработать навыки для оказания первой помощи. Ну и, конечно, чем меньше человек, оказывающий первую помощь, будет тратить на осознание, что произошло, на продумывание своих действий, тем, конечно, у пострадавшего будет больше шансов на выживание. То есть, грубо говоря, чтобы он не боролся с собственной истерикой? Конечно. Не тратил время на это? Такие ситуации. Вот я очень часто общаюсь с представителями различных служб и спасателями в том числе. И они рассказывают истории, когда люди с очень большим опытом, приезжая на вызовы, иногда просто-напросто сами пытаются перебороть свои страхи, свои эмоции в том числе. Хотя люди это, ну не побоюсь, это с железными нервами чаще всего бывает. Вот еще один важный вопрос. А чему тогда обязательно нужно научить? Элементарным действием у нас с вами, надо сказать, что в 2021 году изменился состав аптечки оказания первой помощи. В этой аптечке теперь у нас входит инструкция по использованию этой самой аптечки. По сути, все необходимые навыки, все необходимые действия как раз у нас в этой инструкции прописаны. У нас в составе аптечки есть средства индивидуальной защиты того, кто оказывает первую помощь. То есть, опять-таки, первое, как нужно осматривать страдавшего, мы должны с вами обучить, как к нему подходить безопасно, для того, чтобы нам, тому человеку, который будет оказывать первую помощь, самому не получить травму. Ну, не случайно же, когда проводят обучение по оказанию первой помощи, всем всегда напоминают о том, что, как помните, у Булгакова кирпич просто так не падает. Вот и человек тоже просто так по дороге, когда он идет, он не падает. Поэтому первая мысль у нас будет с вами, а почему он упал. И дальше, как в популярном сериале, должны сразу всплывать варианты развития событий. Может быть, это физиология, да, сердцем плохо стало. Может, он попал в зону поражения электрического тока, наступил, опять-таки, ему тоже стало из-за этого нехорошо. Может, сидит какой-нибудь сумасшедший гражданин и отстреливает всех с балкона. Мы все эти варианты развития событий должны в том числе осмотреть. И это вот первое, с чего мы начнем объяснять, обучать по оказанию как раз первой помощи, как себя вести, как подходить к нашему страдавшему. Как обеспечить собственную безопасность в том числе. То есть одеваем перчатки, надеваем маски в том числе для того, чтобы себя обезопасить. Дальше смотрим на состояние, которое у нас есть у пострадавшего. Нужна ли ему, в принципе, какая-то помощь или помощь никакая не требуется. Тоже эти моменты мы объясняем. Как отличить состояние клинической смерти, биологической смерти человека. Как использовать те же самые маски. У нас в аптечке есть маска для того, чтобы делать искусственное дыхание. Как пользоваться в том числе этой маской. В аптечке у нас есть большое количество перевязочного материала. Как использовать его, в каком случае его необходимо использовать. Технику наложения жгута тоже довольно большое внимание стоит уделить. Потому что очень часто жгуты просто накладывают. Либо неправильно накладывают, поэтому эффекта нет никакого. Либо наоборот, слишком перетягивают. Не соблюдают время, технику, технологию наложения жгута. Тут тоже очень много таких важных и актуальных моментов. Ну и в том числе в аптечке есть покрывало спасательное, изотермическое. В том числе и навыки использования его. Ну и, конечно, рассказать о состояниях, в которые может быть человек. У нас вообще одно из самых таких заболеваний, которые очень часто путают, это инсульт. Инсульт очень часто путают с опьянением. Потому что признаки очень похожи. То же самое спутанная речь. Походка неуверенная в том числе. И очень часто у нас тоже и регистрировали нечастные случаи, которые происходили с работниками. Их коллеги просто не могли подумать, что в довольно раннем возрасте с человеком может произойти инсульт. Думают, что он находится в каком-то опьянении или что-то такое с ним находится. И поэтому не оказывали вовремя первую помощь. А события эти, заболевания эти развиваются очень быстро. И чем быстрее мы начнем оказывать первую помощь, тем, соответственно, больше шансов на выживание у человека. Вот именно вот этим вот моментом мы и должны в первую очередь как раз и учить наших дорогих работников. И тогда еще один важнейший вопрос. Кого нужно учить? Всех вообще? Ну, в идеале, конечно, всех. Потому что чем более подготовленные у нас работники, чем большими знаниями они обладают, тем больше шансов на то, что сам работодатель не окажется в сложной жизненной ситуации. Я всегда работодателям говорю, да, у нас есть минимум, кто у нас должен проходить обучение по оказанию первой помощи. И в основной своей массе это как раз у нас работники рабочих профессий, но с которыми чаще всего у нас и случаются несчастные случаи на производстве. Но опять-таки, где гарантии, что он не случится с офисными работниками? Вопросы о оказании первой помощи у нас должны входить в обязательном порядке в общий курс обучения по охране труда. Да и даже если мы не проводим в отношении отдельных категорий работников, те же самые офисных работников, не проводим специальное обучение по оказанию первой помощи, то не надо к этим вопросам относиться спустя рукава. Вопросы эти подниматься должны, проговаривать их нужно в обязательном порядке. Ну и, конечно, проговаривать их должны люди, которые подготовлены по этому направлению деятельности. Это не какие-нибудь там люди, которые где-то что-то когда-то слышали, посмотрели пару видео на ютубе и все поняли, что называется. Это должны быть люди, которые имеют отготовку, которые проходят периодическое обучение и повышение квалификации. Здесь ведь еще один важный момент. Вот вы сказали, что рабочие специальности, наверное, в первую очередь, вот если говорить, ну не о всех, допустим, хотя, конечно, действительно, в идеале, наверное, обучить всех. Ну, понятно, что это водитель. Водитель однозначно. Однозначно. Им по правилам дорожного движения полагается. В обязательном порядке у нас обучаются медицинские работники. В обязательном порядке у нас обучаются педагогический состав. Там в законе образования четко говорит, что педсостав должен иметь подготовку по оказанию первой помощи. Вот это интересно. Сколько раз мы с вами видели различные видео на видеохостингах различных, когда с ребенком что-то случается, и вот воспитатели и работники детских садов, школ, как курочки, вот они руками хлопают, бегают вокруг них. При этом, внимательно читаем закон образования, там написано, что они должны иметь подготовку по оказанию первой помощи. Эта штука очень важная. Тем более, что нужно отметить, что когда мы говорим о смерти, да, у нас различают клиническую, биологическую смерть, то маленькие детки, они уходят значительно быстрее, чем взрослые. У них жизненный, так сказать, метаболизм, жизненные показатели, у них значительно быстрее все происходит. Поэтому уж педагогический состав должен однозначно иметь обучение по оказанию первой помощи, и это обучение должно быть не номинально. И оно должно, наверное, быть еще специфическим с учетом того, знания того, кому ты будешь оказывать помощь. Однозначно. То есть ты будешь накладывать там повязку и так далее, и так далее. Да. Ну и наиболее частые случаи, которые случаются в детских садах, это вот ребенок что-нибудь проглотил. Да. Или выпил что-нибудь. Опять-таки, очень быстрые и грамотные действия педагогического состава здесь очень важны. Уж элементарный прием Геймриха, уж его должен знать абсолютно каждый. Что это такое? Расшифруйте. Прием Геймриха – это когда застревает в воздуховедущих путях какой-то предмет, соответственно, делаются компрессии. Ну вот, как помните в фильмах, наиболее, наверное, известный момент – это, помните, фильм «День сурка», когда там человек давится, и Билл Мюррей обходит его сзади, и, соответственно, делает давящее движение в район по подвздошной области, и, соответственно, он выплевывает, тем давился. Ну, элементарно детям мы их переворачиваем и стряхиваем, это еще бабушки, наверное, об этом говорили, да. Тоже эти моменты, к сожалению, очень многие забывают в том числе. Но эти приемы должны в обязательном порядке напоминаться, в обязательном порядке отрабатываться. Ну, и еще один момент. Кого нужно, даже не кого нужно учить, а вот какие документы должны быть? Потому что ведь помимо того, что ты обучил людей, у тебя, как у работодателя, должен быть пакет документов, где все это зафиксировано для того, чтобы проверяющие, которые придут, а они могут прийти, могли удостовериться и не наказали. Совершенно верно. А у нас в новом порядке обучения этот процесс, в принципе, расписан, что у нас в обязательном порядке обученные люди должны быть обучены, должен быть составлен протокол проверки знаний, требований, в том числе и не только охраны труда, и оказание первой помощи. То есть на каждого такого работника должен быть подтверждающий документ. Ну, и с 1 марта 2023 года у нас теперь весь процесс обучения, он становится более открытым, публичным. Теперь каждый работодатель, который проводит обучение внутри своей организации, должен быть зарегистрирован на официальном сайте Минтруда. И все сведения о всех своих обученных работниках он теперь вносит в единый реестр. То есть, в принципе, любой инспектор может, зная ИНН работодателя, вбить его туда и посмотреть, кто же у нас, собственно говоря, обучен по вопросам охраны труда, по вопросам оказания первой помощи, по использованию средств защиты, по опасным работам. Все эти моменты там, в принципе, отражаются. Ни один работодатель теперь скрыть тот факт, что у него кто-то не обучен, в принципе, не может. Вся эта информация находится в публичном доступе. — И вот что бы вы посоветовали маленьким предприятиям, маленьким предпринимателям? Ну, условное ИП, автосервис, у которого там работает условно 4-5 человек. Вот ему-то что делать? Потому что его это тоже касается, но у него нет специалиста там по работе с персоналом. Уж тем более у него нет там человека ответственного там за безопасность. Вот ему бы вы что посоветовали? — Законодатель учел и это. В новом порядке обучения теперь у нас есть специальный упрощенный механизм по обучению именно микропредприятий, маленьких организаций. Им достаточно проводить обучение в порядке инструктажа. Но, опять-таки, нам ни в коем случае нельзя пренебрегать этими самыми вопросами, в том числе и оказанию первой помощи. Поэтому руководителям этих организаций нужно понимать, что о своих работниках заботиться нужно в обязательном порядке. Как минимум они сами должны быть обучены и по охране труда, и по оказанию первой помощи, чтобы потом постоянно работать над этими моментами со своими работниками, чтобы, опять-таки, у них не произошло несчастных случаев, ну и, конечно, несчастных случаев с летальным исходом. — Ну, как гласит восточная мудрость, капля предосторожности стоит рек лекарств, чтобы затем не пришлось решать эти вопросы в суде, к сожалению. — Совершенно верно. — Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что вот те знания по оказанию первой помощи, которые люди должны получать, они у них будут оставаться только в теоретической плоскости. Ну, знаете, они, конечно, должны. — Хотелось бы. Спасибо большое. — Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа. Самара, берегите себя, будьте осторожны. До свидания. — Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»